Военная операция на Украине. Выполняя поставленные задачи по защите наших людей на Донбассе, по обеспечению безопасности нашей Родины, российские солдаты и офицеры действуют мужественно, как настоящие герои. Наши военнослужащие сражаются стойко, с полным пониманием правоты своего дела. Даже после ранения солдаты и офицеры остаются в строю. Жертвуют собой, своей жизнью, чтобы спасти боевых товарищей и мирных жителей. В ходе боев и наши военнослужащие, и ополченцы Донбасса проявляют действительно массовый героизм. Отмечу личный состав сотой мотострелковой бригады, действующей на Донецком направлении. Бойцы под командованием полковника Алексея Борисовича Бернгарда в районе Волновахия прорвали глубоко эшелонированную оборону, которую националисты укрепляли и оборудовали в течение почти восьми лет. Командир танкового взвода гвардии лейтенант Виктор Сокольник в ходе боя уничтожил пять танков. 25 февраля в районе Чубинки командир роты 163-го танкового полка капитан Алексей Лёвкин столкнулся с подразделениями националистов, насчитывающими 15 танков и 6 БМП. Атаковав со своими бойцами противника, капитан Лёвкин уничтожил все БМП и пять танков. Обеспечил выполнение боевой задачи без потерь. Мною подписан и указ о присвоении старшему лейтенанту Нурмагомеду Энгельсовичу Гаджи Магомедову звания Героя России. К сожалению, посмертно. В бою он уверенно командовал своими бойцами. Как настоящий командир берег подчиненных. Он, уже получив тяжелое ранение, сражался до последнего и подорвал гранаты окруживших его боевиков и себя. Он пошел на такой шаг, потому что понимал. Понимал, с кем имеет дело. С неонацистами, которые издеваются над пленными и зверски их убивают. Я русский человек. И, как говорится, у меня в роду кругом Ивана де Мария. Но, когда я вижу примеры такого героизма, как подвиг молодого парня Нурмагомеда Гаджи Магомедова, уроженца Дагестана, лакца по национальности, других наших воинов, мне хочется сказать. Я лакец, я дагестанец, я чеченец, ингуш, русский, татарин, еврей, мордвин, осетин. Всех из более сильных групп, этнических групп России просто невозможно перечислить. Думаю, вы меня понимаете. Но я горжусь тем, что я часть этого мира, часть могучего, сильного, многонационального народа России. Вместе с тем, никогда не откажусь я от своего убеждения, что русские и украинцы – это один народ. Даже несмотря на то, что часть жителей Украины запугали многие оболвания нацистской националистической пропаганды, а кто-то сознательно, конечно, пошёл по пути бандеровцев, других приспешников-нацистов, которые в годы Великой Отечественной войны воевали на стороне Гитлера. И то, что мы воюем именно с неонацистами, показывает сам ход боевых действий. Националистические и неонацистские формирования, а среди них есть и иностранные наёмники, в том числе и из Ближнего Востока, прикрываются мирными гражданами, как живым щитом. Я уже говорил, есть абсолютно объективные данные, фотографии того, как они размещают тяжёлую военную технику в жилых кварталах городов. Вместе действуют именно таким образом с самыми крайними бандитами. И вместо того, чтобы выполнить обещание улой застройки от детских садов, больниц, наоборот, дополнительно перебрасывают туда танки, артиллерию, миномёты. Они ещё и взяли в заложников иностранных граждан, в том числе тысячи молодых людей, студентов, которые проходили обучение на Украине. Так более суток держали на железнодорожном вокзале в Харькове 3179 граждан Индии, в основном студентов. И большую часть из них продолжают удерживать до сих пор, в том числе 576 человек в городе Сумы. Неонацисты открыли огонь и по китайским студентам, которые пытались выехать из Харькова. Двое из них получили ранения. Повторю, сотни иностранцев стремятся покинуть зону боевых действий, но им не дают этого сделать. Фактически держат в заложниках, тянут время или предлагают эвакуироваться через Львов в Польшу, то есть проехать через всю зону боевых действий, подвергая их риску. Наши военнослужащие предоставили коридоры во всех без исключения зонных столкновений, обеспечили транспорт, чтобы у мирных людей, иностранных граждан, была возможность выехать в безопасное место. Вновь подчеркну, националисты не дают этого сделать. Более того, сейчас указывают иностранным гражданам обращаться к своим властям, а уже те, в свою очередь, должны будут обращаться в МИД Украины. Фактически люди просто бросают под огонь. Еще хуже. Неонацисты обращаются со своими собственными гражданами, со своим населением. Как уже говорил, прикрываются людьми как живым щитом. Наши военные отмечают и такие факты, когда в городах народных республиках Донбасса, Северодонецке, Лисичанске, других, жители многоквартирных домов сгоняют в средние этажи зданий. А в нижних этажах проламывают окна и стены, выставляют там тяжелую технику, пушки, танки загоняют, на крышах и на верхних этажах расставляют пулеметы и снайперов. Только фашисты воевали так, столь бесчеловечно относились к мирному населению, когда советские войска сражались с ними, в том числе освобождая территорию Украины. Повторяю, наши солдаты и офицеры стремятся не допустить жертв среди мирного населения. И, к сожалению, сами несут потери. Наш долг – поддержать семьи наших погибших и раненых боевых товарищей, которые сражались за безопасность Отечества, за наш народ, за народ России. Всем членам семьи военнослужащих погибших в ходе специальной военной операции на Украине будут перечислены предусмотренные по закону страховое обеспечение и единовременные пособия. Это 7 миллионов 421 тысячи рублей. Также будет выплачиваться ежемесячная денежная компенсация каждому члену семьи погибших. Но, кроме того, считаю необходимым установить дополнительную выплату каждой семье погибшего военнослужащего, Минобороны, военнослужащих и сотрудников других силовых ведомств, участвующих в операции, в размере 5 миллионов рублей. Все военнослужащие, раненые при проведении операции, также получат соответствующий выплат, имея в виду страховку и единовременное пособие за ранение, травму или контузию. Если военнослужащий, проходивший службу по контракту, из-за ранения будет признан негодным к военной службе, он получит единовременное пособие в размере 2 миллиона 968 тысяч рублей, а в случае инвалидности – ежемесячную денежную компенсацию. Все эти меры уже предусмотрены законом. Вместе с тем, также считаю, что нужно предусмотреть дополнительные выплаты военнослужащим Минобороны, военнослужащим и сотрудникам других силовых ведомств, участвующих в операции и получившим ранения – по 3 миллиона рублей. Вновь подчеркну, сейчас на украинской территории наши солдаты и офицеры сражаются за Россию, за мирную жизнь для граждан Донбасса, за деноцификацию и демилитаризацию Украины, чтобы никакая антироссия, годами создаваемая Западом прямо у наших границ, нам не угрожала. В том числе и ядерным оружием, как это было в последнее время. Наш народ гордится своими вооружёнными силами. Мы будем всегда помнить наших павших боевых товарищей. Сделаем всё, чтобы поддержать их семьи, их детей, дать им образование, поддержать родных и близких. Прошу почтить память наших воинов, погибших при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на Украине. Уважаемые товарищи! Хочу сказать, что специальная военная операция идёт в строгом соответствии с графиком, по плану. Все поставленные задачи успешно решаются. Министр обороны должен сейчас подробнее. Прошу. Сергей Кужиканович. Прошу. Прошу. Продолжение следует...